Приговор 22 года. Это показательная цифра, она излишняя, она неадекватна. Никаких сомнений относительно результата у нас не было. Торопились или что? Я убежден, что за этим стоит конкретный человек, может быть, да. Иван знал про то, что за ним слежка? Да, конечно. И когда появляется человек с барсеткой в углу, в кепочке... Получается, что за любым человеком вот так вот можно по-тихому следить, скачивать всю его переписку. Да. Обычные граждане УДО с первого раза получают крайне редко. Требования о том, что человек должен признать вину для того, чтобы его помиловал президент, нет. Сафронова посадить красным карандашом написал. Ваня это понимает? Да. То есть сейчас одна фигура, по сути, которая может повлиять на это дело? Он как Волан-де-Морт, мы его фамилию не произносим в словах. На этой неделе суд приговорил нашего коллегу Ивана Ксафронова к 22 годам строгого режима. Ивана обвинили в государственной измене и шпионаже. Вы сейчас смотрите специальный выпуск Forbes Talk, посвященный этому событию. Ивана Сафронова осудили за, цитата, «совершение государственной измены в форме шпионажа, в том числе в соучастии с другим лицом». По версии следствия, Сафронов с 2015 по 2019 год собирал секретные сведения о военно-техническом сотрудничестве России с рядом стран. Собранные сведения он передавал, опять по версии следствия, представителям иностранных разведок. Генпрокуратура в своем пресс-релизе отметила, что он осознавал, что эта информация может быть использована государственными участниками блока НАТО против безопасности Российской Федерации. Там же сказано, что за эти действия Сафронов получал вознаграждение, а также шифровал свои тексты. Сафронов свою вину не признал. Я Елена Таханюк и со мной мой коллега Антон Жилнов. Да, Елена, привет. Зрители, привет. У нас действительно сегодня специальный выпуск, и у нас в гостях Дмитрий Катчев, адвокат Ивана Сафронова. Я видел Дмитрия в понедельник, когда был оглашен приговор, и там было много прессы, много друзей, коллег, просто неравнодушных, кто приехал в тот день в Мосгорсуд. Дмитрий, сейчас вы будете подавать апелляцию, когда и какая дальше процедура после той чудовищной цифры, которую мы услышали в понедельник? Мы подали краткую апелляционную жалобу сразу же в понедельник, она была заранее готова, потому что никаких сомнений относительно результата у нас не было. Понятно, мы надеялись на несколько другую цифру, тем не менее мы жалобу подготовили, и, честно говоря, мы думали, что у нас будет больше времени. Потому что по этой категории дел приговоры пишутся несколько месяцев. Наш приговор был отписан к понедельнику. То есть после оглашения мы получили полностью изготовленный приговор. Торопились или что? Или заранее был готов? Как вы считаете? Судя по содержанию, да, я ознакомился с ним сразу же в понедельник, судя по содержанию, он был заранее готов. Ну, потому что процентов 80 приговора – это обвинительное заключение. Это, в принципе, нормальная практика, да, но те 20%, которые суд берет на себя в плане оценки доказательств, я склоняюсь к умисле о том, что, конечно, он был готов заранее. Ну, и другие какие-то были намеки на то, что все это спланировано задолго до суда, тоже у нас были в процессе. С кем спланировано? Я вам приведу один пример всего, который, как мне кажется, и безопасный, и очень такой яркий. Когда сторона обвинения представляла свои доказательства по закону, они сначала суд предупреждают об этом, уведомляют, что мы хотим то-то, то-то и то-то, значит, огласить. В материалах дела у нас совершенно непонятно зачем были некие сведения об адвокате Павлове, назовем это так. К чему это было сделано в деле Ивана Сафронова, непонятно. Но, тем не менее, да, Иван Павлов уехал из страны в сентябре. Да, сколько? Год уже. Год прошел, да. И сторона обвинения, она попросила суд, уведомила суд, что они сейчас будут оглашать, значит, вот эти материалы. Потом они подняли взгляд от листа, увидели, что, собственно, Павлову-то нет в заседании. Удивительное дело, да? И извинились перед судом и отказались. Ну, какой из этого можно делать вывод? Что эта бумажка, которую они принесли с собой, она была написана до того, как Иван Юрьевич уехал из России. Ну, соответственно, давайте считать, когда она была написана. Кто заказчик этого дела, как вы считаете? Слушайте, если вы ждете от меня фамилию, даже если бы я ее знал, я бы ее не назвал, потому что это, очевидно, небезопасно. А кому это может быть выгодно? Слушайте, я уверен в том, что есть заказчик. Я здесь не согласен с Павловым, что это какой-то коллективный разум за этим за всем стоит. Я убежден, что за этим стоит конкретный человек, может быть, два. Потому что, если смотреть материалы дела, при всей моей любви к Ване, а я с Ваней знаком с 2008 года, мы друзья, при всей моей любви к нему, те фамилии высокопоставленных людей, которые участвовали в этом деле, ну, будь то подписание каких-то справок, рапортов и так далее, ну, это не уровень 30-летнего журналиста. При всем моем уважении, да, это не какой-то там высокопоставленный ГРУшник или еще кто-то, это журналист, да, безусловно, талантливый, безусловно, лучший журналист по ВПК стране, но это не уровень тех людей, которые писали эти фамилии. Вы сейчас хотите сказать, что он им не звонил и с ними не общался? Нет, я про другое, я говорю про то, что те люди, которые приложили руку к этому уголовному делу, это крайне высокопоставленные люди, крайне высокопоставленные. Зачем? Мотив? Потому как это было сделано топорно, это больше всего похоже на месть. Месть за что? За его журналистскую деятельность. За тут СУ-35 и Египет? Я думаю, что СУ-35 это просто стало, ну, не то что катализатором, это, наверное, позволило вывести это дело на новый уровень. Судя по тем документам, которые мы видели, да, все это закрутилось еще в 2014 году. Когда началась слежка? Да. И спустя пять лет, я думаю, что это кому-то позволило... Триггернуло? Да, да. Позволило усилить, на самом деле, ту статью, которую теперь Ване вменили. Да. Не более того, что касается СУ-шек, мы с самого начала додумали про них, но, во-первых, этот контракт никогда не был секретным. И публикация коммерсанта до сих пор, по-моему, это висит? Публикацию сняли, ее сняли по требованию Роскомнадзора, причем... Но секретным это не было? Не было. С Роскомнадзором там была ситуация следующая, они обратились в суд, они требовали от коммерсанта в судебном порядке ее удалить, как раз сославшись на некую секретность. Судья, который слушал это дело, оказалось не робкого десятка и, собственно, попросил Роскомнадзора как-то обосновать это. И, собственно, жалоба им была возвращена. А что в 2014 году тогда происходило? Почему с 2014 года началась вся эта история, вот которая... Где вы были 8 лет? В 2014 году вышло несколько публикаций Ивана, я не буду их называть, потому что, по мнению следствия, они до сих пор там сохраняют себе что-то секретное. Тем не менее, я вам скажу, они находятся до сих пор на сайте коммерсанта. Любой желающих может до сих пор прочитать. Что же это за секрет такой, да? Они есть в материалах дела, эти публикации читают? Они упоминаются, я так скажу. Они упоминаются в материалах дела. И, собственно, после этих публикаций началась слежка за Иваном, дабы выяснить, откуда он и чего узнал. А вы говорите, что вы с Иваном давно дружите. Иван знал про то, что за ним слежка? Да, конечно. Откуда? По каким признакам? Ну, расскажите, не все, может быть, в курсе. Не за всеми следят из наших зрителей. Ну, во-первых, он мне, ну, поскольку в силу моего образования, Иван всегда со мной советовался. Он всегда осторожничал. Он мне всегда звонил и рассказывал о подобных вещах. Что он говорил? Ну, известные истории про то, что в несколько дней его службу безопасности коммерсанта возило. Потому что за ним ходили люди. Несколько раз мы с ним, сидя в ресторане, видели людей, которые явно, ну, не то, что не подходят для этого ресторана, но маленький ресторан одни и те же люди ходят. Все друг друга знают. Это официанты знают тебя поименно, ты их знаешь поименно, там, вплоть до детей и так далее, да. И когда появляется человек с барсеткой в углу, в кепочке, который только воду пьет, ну, ладно. Ну, мы тогда тоже к этому относились так, что, ну, Вань писал про ВПК, да, писал про оборонку, писал про предприятие. Ну, думали, ну, кто-то из этих предприятий ходит, смотрит на него там, да, как. Не придали должного значения. А с другой стороны, что с этим сделать? Уехать. 14-й, 15-й, 16-й, 17-й, 18-й, 19-й год, уехать. Ну, у нас есть коллега один, который, едва заметив за собой слежку в Москве, немедленно уехал. Ну, смотрите, у Ванина принципиальная позиция всегда была по поводу уехать куда-то. Патриотичная. Ну, в смысле, оставаться. Слушайте, сейчас такое слово, патриотизм, я бы не стал... У него сейчас... Патриотизм здорового человека. А, это не патриотизм уровня пить водку под любе. Нет, нет, нет. Семья здесь, мама здесь, родственники похоронены здесь. Для него вот это было важно. Его это здесь держало, держит по сей день. По сей день его это здесь держит, и ему это помогает. Возвращаясь к слежке, телефон, который ему был подарен на день рождения родственниками, он начал греться буквально на следующий день. Новый айфон. Совпадение может быть. Может быть, действительно, плохой телефон. Может быть такое. Конечно, может. Но, тем не менее, всегда Ваня звонила. Всегда. И даже, когда к нему были эти вербовочные подходы. А были вербовочные подходы? От наших или от потенциального противника? Пришла барышня, назначила ему встречу на таганке, показала пресс-карту. Зачем, непонятно. Ну, показала. Предложила написать текст по теме военно-промышленного комплекса. Странная барышня. Для кого написала? Для иностранного издания. Французского, скажем так. И предложила ему за лист бумаги, по-моему, если я правильно помню, в районе 2000 евро. Ну, вежливо поблагодарила и ушел. Сразу позвонила мне. Он говорит, ну ты понимаешь, что это такое? Это какой год? Это, по-моему, год 17-й. Он говорит, ну кто платит журналисту 2000 евро за лист бумаги? Причем, когда он говорил с ней о деньгах, она сказала, что деньги для нас не проблема. Как тогда при этом, поскольку я тоже хорошо знаком с Иваном, и мы были вместе с ним в президентском пуле, куда он часто вместо Андрея Колесникова летал, когда была военная тема, и на известные военки, так называемые, в Сочи, когда Путин встречался со всем руководством Минобороны, разведки. Мы тоже летали, там работали по неделе. Как тогда Иван совмещал, с одной стороны, слежка, с другой стороны, ФСО, и работа в кремлевском пуле? Вы говорили с ним об этом тогда? Я понимаю, о чем я говорю. То есть кажется, что ФСО не должно дать разрешение на доступ к такого человека? Это единственный вопрос, на который у меня вообще нет даже какого-то намека на ответ за все это дело. Я задаю себе его с первого дня. Мы считали, с Ваней специально, больше 60 раз в год он проходил проверку. Ну, потому что каждое ведомство – одна проверка. Значит, я из этого делаю какой вывод. Либо кто-то очень смелый ФСБ. Причем, по-моему, у меня тогда существует два ФСБ. Одно ФСБ, которое проверяет людей, которые могут подойти на расстояние, выйти на территорию к президенту или к министру обороны, к начальнику генштаба. И другое ФСБ, которое знает, что Сафронов шпион, и это позволяет сделать. Значит, это кто-то очень храбрый, который такое позволил. Либо второй вариант, и который мне кажется действительно реальным – это дело, это фикция. Ну, как человек, который сейчас 22 года, то есть это практически вдвое опаснее Скрипаля, примерно так же опасен, как Михайлов из ЦИБа. То есть это сотрудники же, это же допуск, это же действительно документы. И 30-летний парень, при всем моем к нему уважении. Если вы не хотите называть эти статьи 2014 года, которые послужили причиной слежки тогда за Иваном, то все-таки вы думаете, у этого дела один заказчик, тот, который, собственно, его начал раскручивать еще тогда, 8 лет назад, что это был такой план мести длительный? Я думаю, что человек, который это делает, человек очень злопамятный. И он просто ждал момента. И в пользу этого говорит, собственно, то, что Ваня был задержан ровно после того, как ушел из журналистики. Ну, давайте... Вы не будете называть этого человека, но вы понимаете, кто он? Да. Да, мне кажется, я практически уверен в том, кто он. И из какого он ведомства? Ну, давайте не будем. Ну, это связано как-то с войной спецслужбой? Со спецслужбами, да. Я думаю, что да. Ну, смотрите, почему не задержали, если с 2014 года за ним следили, почему не задержали его там 15-16-17-18-19? Ну, потому что он находится в коммерсанте. Кто владелец коммерсанта? Шерусман. Ну, сложно будет это объяснить, да? Ну, да, еще катается с президентом. При его хороших отношениях с президентом, с министром обороны, да, с Шойгу. Как это? Ну, как это он пригрел у себя такого человека, да? Потом ведомости. Ну, вроде бы... Ну, тоже, да. И тут он переходит в Роскосмос. И это же можно объяснить тогда. Он сейчас придет туда-то, там воровать секреты будет. Давайте вот сейчас его и реализуем. Ну, то есть этот человек, заказчик, просто включил скорость, когда понял, что можно вожжать... Я думаю, сложилось. Ну, просто вот сложилось. Чуть-чуть добавились сушки. Можно было прийти кому-то показать. Смотрите, что у нас, стратегический партнер. Ну, не секрет, что у нас Египет, это страна, которая покупает много российского оружия. Ну, не секрет. Сказать, ну, будет сорванный контракт. Смотрите, что делает человек. Давайте как-то... Ну, не уволим, а посадим. А этот человек как-то фигурировал в каких-либо материалах дела? Нет. Как свидетель, обвиняющий... Нет, побойтесь Бога. Побойтесь Бога. Это человек такого уровня, что... Нет, побойтесь Бога. Ну, вы что? И спецслужбу вы тоже назвать не готовы? Это не спецслужба. Это люди из оборонки. Это люди из оборонки. Ну, какие спецслужбы? Ваня, если и писал о спецслужбах, ну, что он о них писал? А вот какие-то проколы? Да, писал. Да, писал. И я с ним тоже много, кстати, на эту тему разговаривал. И мы с ним разговаривали, когда он переходил в Роскосмос. Он не хотел переходить. Ну, не хотел уходить из журналистики. Я ему говорю, что, слушай, Вань, ну... Я, кстати, чувствую здесь свою вину. Я ему говорю, что, Вань, ну, понимаешь, ну... Госструктура – некий круг доверия. Давай ты туда попадешь, да? И, возможно, безопаснее будет тебе. Ну, безопаснее. Да, казалось бы, что это переход в безопасность. Тем более, лично, когда тебя приглашает генеральный директор, да, госкорпорации. Ну, не с улицы, да. Он очень долго сопротивлялся, он очень не хотел. А этот человек, о котором вы думаете, против него есть какая-то другая сила? Тот же Алишер Усманов, который, может быть, пытался как-то вступиться за Ивана? Или какой-то другой лагерь, который понимает абсурдность этих обвинений, понимает, кто заказчик? Я думаю, что, ну, пять-десять человек в городе понимают, кто этот человек. Даже если они точно знают, кто это. Отбить нельзя? Этот заказ. Нужно пойти против ФСБ. Ну, вы сказали, Дмитрий, что это человек из оборонки, а не из ФСБ. Да. А дело-то ФСБшное. Я говорю про то, что это же надо будет пойти против ФСБ. Ну, как? ФСБ не может сдать назад. Это невозможно в нашей стране. Невозможно. До Путина эту информацию, о которой вы сейчас говорите, кто-то доносил, был ходок к президенту. Кто-то очень храбрый и уверенный в себе доносил информацию до президента. Потому что президент... Что это заказное дело. Нет, просто доносил информацию. Но дважды президент оговорился. Про то, что это не связано с журналистикой. Во-первых, что это не связано с журналистикой. Во-вторых, это связано с многолетней работой на Рогозино. Ваня проработал у Рогозино меньше двух месяцев. На пандемии еще. То есть, часть этого времени он просто дома просидел. То есть, президенту доказали и сказали ту картину, которую он должен отразить. Да, я буду даже назло от дезинформации. Ну, как часто это бывает, да. И президент сделал вывод из какой-то красной папочки, которую ему положили на стол. Кто-то вообще за все это время пытался вступиться? За Ваня излиятельных людей, которые могут войти в кабинет. Нет. Нет? Нет. Было дело Кирилла Серебренникова, было много ходоков к президенту. И все-таки мы знаем, чем дело Серебренникова завершилось. Все-таки его выпустили, и он благополучно улетел. Вот в случае с Ваней кто-то ходил, просил, говорил, убеждал? Никто не ходил, не просил, не убеждал. Каждый раз, когда поднимался вопрос, ну, когда мы с кем-то обсуждали, более-менее, да, половина людей говорили, слушайте, если вам нужна какая-то поддержка, да, ну, по любому вопросу, позвоните. По этому вопросу не звоните больше. Интересно. И это была оппозиция Усманова? Нет, с Усмановым нет. Я бы и не стал его ни о чем просить. И Иване бы не стал его ни о чем просить. У них были своеобразные отношения. Ему тоже не нравились некоторые публикации. Но учитывая, что все-таки, как коммерсант сейчас поддержал Ивана, и надо отдать должное, как будто журналистика на один день вернулась в Россию. Я был шокирован. Первая полоса и открытое письмо, очень пронзительное, очень точное, очень человеческое. Ну, то есть, то, от чего все отвыкли за все эти годы застоя, очевидно, Усманов этот номер тоже видел. Нет какого-то фидбэка от него, как от владельца издания, все-таки попытаться сейчас повлиять на ход вот этого приговора? Нет, никакого. Да и не будет его. Ну что? Ну, это же вопрос огромных денег. С одной стороны. А с другой стороны, судьба одного человека, который многим не нравился, из тех, кто мог бы помочь. Ну и зачем? Смотрите, но какая тогда будет складываться ситуация? Но мы же не верим все, что Иван отсадит этот срок. Ну, слушайте, надо исходить из чего? У нас есть закон, по которому нам с вами жить придется, а не нашим процессуальным оппонентам. Впереди апелляция. Дойдем до Верховного суда. Я думаю, что что-то скинут. Дальше УДО. Вот это цифры, из которых нам надо исходить. Вот сейчас 22. До УДО у нас 2 трети. Ну, плюс 2 уже зачет пойдет из Лефортова. И что еще нам нужно учитывать? Что обычные граждане УДО с первого раза получают крайне редко. С первого раза получают либо бывшие сотрудники, либо улюкают. Дмитрий, про помилование. Вчера Песков в интервью РБК в Владивостоке говорил о том, что помилование возможно, но тогда Иван должен признать вину. И тут же я помню сам эти дискуссии. Они ведутся уже лет 5. Я был на каких-то заседаниях СПЧ, где Николай Сванидзе объяснял президенту, что помиловать он на самом деле может без признания вины с той стороны. Можете прояснить и нам с Леной, и для зрителям все-таки на пальцах. Как сейчас написана эта процедура о помиловании юридически или она не закреплена? Все-таки президент может помиловать без признания вины или нет? Нет. Давайте так скажем, требования о том, что человек должен признать вину для того, чтобы его помиловал президент, нет. Другое дело, что тут... Ну, сначала... Но по понятиям придется, да? Ну, а как? У нас Владимир Владимирович любит какие-то такие истории. И я думаю, что... Но это не вариант, правильно я понимаю? Ваня пытался завести разговор на эту тему. Ну, вообще. Имеется в виду не как факт, а как процедура именно. Я ему сказал, это было вот перед приговором, мы виделись в пятницу. Я говорю, Вань, давай вот приговор, апелляция, а потом мы будем об этом думать. Да, не будем сейчас вот переключаться на это, на что-то, на какие-то такие истории. И потом мы уже будем об этом говорить. Одно, единственное, что вот он... Мы проговорили это еще и в самом начале, когда варианты прикидывали, мы говорили там об обмене. Об обмене? Ну, конечно. Ну, слушайте, мы как профессиональные защитники должны рассказать все возможные истории нашему доверению. То есть признание вины. Мы же должны объяснить человеку, что есть такой вариант и какие последствия. Обмен, помилование, УДО. Ну, вот все вещи. Человек-то без юридического образования. Ну, и все, и про это, ну, там очень жесткая реакция была. Ваня сказал, что не хочет даже слышать этого слова. Говорит, про все остальное потом по ходу поговорим, а здесь, говорит, забудьте разговоры. Про обмен. Да, ну, всегда. Ну, потому что срок очень похож на тот, который дают обычно для того, чтобы потом обменять. Ну, если так вот смотреть на эти шпионские дела. Даже если люди там, ну, не шпионы, а были просто признаны, ну, длинные сроки всегда за ним следует некий обмен. Да, в Америке. Ну, он даже слушать об этом не может. А про помилование вы говорили? Про помилование мы договорились, что мы вернемся к этому разговору после вступления приговора в законную силу, ну, то есть после апелляции. Как процедура помилования с вашей стороны может выглядеть? Это направляется в какое-то обращение к президенту? Комиссию, комиссия рассматривает, если считает необходимым. Комиссия СПЧ или Советского права человека? И дальше президенту. Ну, слушайте, об этом сейчас тоже, ну, что говорить, ну, посмотрите статистику. Но дело просто Ивана очень резонансное. Тем не менее, если Дмитрий Сергеевич Песков своим комментарием дал нам некий посыл, да? Ну, что вот это действительно является условием, которое, да, в законе не прописано, но оно обязательно в нашей ситуации, да, про признание вины. То мне вам сейчас нечего сказать этого воскования. Ну, Песков сказал, что это очень суровый приговор, между прочим. Поэтому мы не знаем тоже всех кулуарных каких-то разговоров на эту тему, которые могут происходить, которые не могут происходить, учитывая первую полосу газет «Коммерсант» и первая полоса газеты «РБК» вчера. Вы верите, что все-таки, учитывая резонансность этого дела, учитывая репутацию Вани, учитывая очень хорошее отношение к нему со стороны многих людей, что это может все-таки ему помочь? К сожалению, нет. К сожалению, нет. Потому что яркий пример – это приговор 22 года. Ну, это показательная цифра, она не нужна совершенно, она излишняя, она неадекватна. И это вот показатель именно того, что несмотря на поддержку, несмотря на его заслуги, несмотря на международный резонанс, да, по этому поводу, это показательная цифра – 22. То есть, ну, для меня это посыл такой, вы делаете, что хотите, а мы – 22. А мы, кстати, когда узнали, в чем суть обвинений? И Ваня когда узнал, в чем суть обвинений? И дали ли вам познакомиться полностью с делом, с материалами дела? О чем речь идет, мы узнали где-то через год, наверное. В 21-м? В 20-м было снижение, а в 21-м? Да, 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 где-то так. С делом мы так целиком и не ознакомились, все равно это урывками, какие-то вещи пришлось игнорировать. Ну, потому что, ну, невозможно это, ну, там, 20 с лишним томов наизусть, ну, это невозможно. Даже с учетом того, что там несколько защитников, голова-то не одна, это все равно в какую-то не складывается общую историю. Все это по памяти. Поэтому, ну, вот как-то так. Ну, Ваня вместе с нами это увидел, собственно. Потому что он же поначалу вообще не понимал, в чем его обвиняют? Никто не понимал. А вы находились с ним, когда он начал знакомиться с делом? Какая была реакция? Честно, мы смеялись. Смеялись? Мы смеялись. Мы вообще много смеялись во время всего этого дела, если тоже честно говорить. Ну, потому что никакой другой реакции быть не может. Когда мы, честно говоря, боялись, что будут какие-то цифры, которые Ваня мог угадать. О чем вы сейчас? Ну, в текстах, которые мы вменяли. Ну, вот взял и угадал. Ткнул пальцем в небо и угадал. Ну, а как это объяснить, что человек угадал цифру? Ну, он скажет, я угадал, мне приснилось. Ну, звучит странно, да? А когда мы увидели его тексты, мы очень долго смеялись. И это гостайна. Любой человек, который просто читать умеет и читает, все это уже прочитал неоднократно или знал. А как вы стали догадываться, и Иван, видимо, тоже у заказчика этого дела, по каким-то косвенным признакам, раз этот человек никак не фигурировал нигде? Ну, во-первых, да, эти люди нигде не фигурировали. Прослушка с, скажем так, людьми из этого ведомства, она в деле была, но дальше... Теряется. Ну, такое ощущение, что ее не существует. И дальше... Вот если раскладывать все там справки рапорта и так далее, все эти люди, они каким-то чудесным образом сходятся на одном человеке. Они либо друзья, либо очень хорошие друзья с одним человеком, все эти люди. Либо с услуживцем, например. Ну, вот как-то, опять же, повторюсь, может быть, это совпадение. Может быть, это совпадение. Я не видел там бумажки, что конкретный человек сказал, Сафронова посадить, красным карандашом написал. Нет такого, конечно. Но вот все сводится как-то вот к одному человеку все почему-то. Подозрительно к одному человеку. Ваня это понимает? Да. Но он как Волан-де-Морт, мы его фамилию не произносим в слух. Почему в последнем слове он не мог сказать про этого человека в прямую? Что это дело заказное? Он находится в Лефортово, восьми квадратных метрах. Мы к нему попадаем раз в две, в три недели. Это вопрос исключительно безопасности. И опасения за свою жизнь. Я считаю справедливого опасения. Я бы не рекомендовал ему, он сам до этого догадался, я бы не рекомендовал ему даже в ту сторону пальцем показывать. Это ничего не даст. Абсолютно ничего. Он хотел, вы отговорили? Он и не хотел. Но я ему сказал свое мнение, что это ничего не даст. Он сейчас жив-здоров, слава богу. Он содержится, да, не в самых лучших условиях, в которых он бы мог содержаться. Но тем не менее, я хочу сказать огромное спасибо сотрудникам изолятора за то, что к нему наилучшее отношение, которое только может быть, для человека, который находится в Лефортово. В рамках, естественно, закона. Это никаких каких-то поблажек, да? Нет. Но там человеку жизнь можно испортить очень серьезно. Очень серьезно. В одном мгновении. Ему доходят письма. Ему доходят передачки с едой. Он гуляет. Он ходит в душ. На свидание не разрешают. И не разрешат. Почему? Кому-то это очень нужно. Зачем? Кто-то очень хочет его додавить. Я не знаю, зачем. Я разговаривал. А разрешение на свидание, оно в чьем видении? Сейчас судьи. Судьи? До того, как дело было передано в суд, это в компетенции следователя. Сейчас это в компетенции судьи Мосгорсуда. Я был у него после приговора. Он сказал, что разрешения на звонки и свидания не дали. Хотя до этого мы разговаривали, но он все-таки более опытный юрист, нежели я. Он сказал, что до приговора не будет звонков и свиданий, разрешения не дам. Я пришел к нему в день приговора. Ну. Я же не сказал, что дам это решение. Я сказал, что до приговора точно не будет. Уел. Так что следующее свидание, если оно будет и звонок, то это уже в колонии. А где будет колония, пока неизвестно. Никто никогда не знает. Но у вас предположение. Никто никогда не знает и вы никогда не узнаете. Как только пройдет апелляция, будет отписана законка, как ее называют. Вот как только она придет в Лефортово, сразу он уедет на это. И куда он уедет? Ну, потом же сообщается. Да, но это можно долго узнать. Может быть неделя, две, три месяца. То есть это не анонсируется, но потом задним числом сообщается, где вам, как адвокатам, семье, родственникам. Статья, выездная, поэтому вот эти правила о том, что он должен содержаться поближе к дому, здесь не работает. Может уехать куда угодно. Может уехать в Владивосток, а может сидеть в Московской области, а может в Мордовии. Ну, там надо, конечно, смотреть колонии, которые подходят. Если вот про приговор, ну, после, наверное, вы не общались, вот ближайшее свидание будет через... В ближайшие две с половиной недели. Две с половиной недели. Я хотел спросить у вас про то, как Ваня воспринял. Был морально готов, что цифра прозвучит? И, скорее всего, никакого оправдания, естественно, в нашей системе не будет. Он был абсолютно готов к этой цифре. Абсолютно готов. Я не понимаю, как он это делает. Совершенно не понимает. Но ничего в нем не дернулось. Ну, честно говоря, мы думали, что будет 20. Ну, вот так. Не 24, там, 20. Ну, 20, может, сейчас еще два года в апелляции спастится. Ну, здесь, смотри, здесь скинули 10%. Ну, это английский. То на то и выйдет. Поэтому нет, для него это не какая-то цифра, что он там в омар выпадал и ждал, что на что-то рассчитал. Почему во время следствия Ване не дали возможность и вам, как его защитникам, показать, а он этого хотел, ноутбук, который бы доказывал, что все те данные, в которых его обвиняют в шпионаже, они были в открытом доступе. В частности, в журнале «Экспорт вооружений». «Экспорт вооружений». Пухов, главный редактор. И тот же Пухов, который давал против Вани показания, когда его спросили, а эти же все данные, на которые вы ссылаетесь, как секретные, были в вашем же журнале, и мы увидели из нескольких расследований скрины этих журналов и этих публикаций, Пухов ничего не ответил, сказал, что просто Иван плохой журналист. Почему, когда Иван предлагал следователям показать ноутбук, что эти материалы были в сети и в журнале, почему ему не дали такой возможности? И насколько это нарушение прав Ивана было? Нет, ну, конечно, это фундаментальное нарушение. Потому что только следователь мог нас обеспечить подобным, да, я имею в виду, там, тот же ноутбук. Но при всем при этом мы же… Следователь от ФСБ… Александр Сергеевич. Чабан. Да. Слушайте, мы просили… Они были настолько в себе уверены, и мы попросили провести экспертизу по поводу того, чтобы в интернете поискать. Ну, вот этого всего, того, что Ване вменяли. Мы дали несколько источников, которые точно знали, что там есть. Ну и плюс сказали, ну и поищите еще, потому что мы тогда не видели все тексты. У нас были только предположения, откуда, что могло взяться. Они провели эту экспертизу. Они нашли 14 тысяч файлов на эту тему. Там были дословные совпадения по нескольким текстам. Ну, как после этого нам разрешить дать ноутбук, чтобы мы показали все остальное? Ну, как? А этой экспертизы в деле нет? Есть, конечно. Но суд ее не принял? Посмотрели. Ну, там же не все же прям вот все дословно до запятой. А то, что можно слова местами поменять? А то, что это журналистская работа, да? Ну, когда человек собирает... Ну, да, он интерпретирует так или иначе. У них математика следующая. У здоровых людей математика 2 плюс 2 равно 4. У них математика 2 плюс 2 равно 2 плюс 2. Они не понимают, как можно взять два куска текста и сделать из них один. Ну, поменяв даже слова элементарно. Они считают, что вот если до запятой не подходит, значит выведал, значит украл. Поэтому нам и не дали этого ничего. Потому что, ну, мы бы показали бы все эти цифры. Он бы объяснил методологию, как он это делал. Что-то прочитал, взял отсюда, взял отсюда, взял отсюда. Получилось вот это вот. Вплоть до конкретных там свойственных ему оборотов. Словечек каких-то. Конечно, нам бы это и не дали. Есть Мартин Лавиш, чешский гражданин, для которого Иван делал по аналитику. Да, кстати, кто он, скажете, в итоге? Ну, я имею в виду в профессиональном смысле, потому что следствие считает его сотрудником разведки чешской. Но кто он на самом деле, если мы отметаем? Ну, кто он на самом деле, наверное, только он знает. Слушайте, он обычный парень, на несколько лет старше Ивани. Он журналист. У него в Чехии есть своя МКОшка, которая вот пишет какие-то аналитические материалы. Ну, он, справедливости ради, он не журналист. Ну, он работал журналистом. Нет, он политолог. Мартин Лавиш? Да. Он работал, у него была аккредитация в Москве. Он политолог. У него огромное количество публикаций, посвященных отношений России с Украиной, крайне правых движений в России, крайне правых движений в Украине, в том числе АЗОВ, в частности. Это его сфера деятельности, он политолог. Для меня он журналист. Какого издания? Изначально я его вот считал журналистом. Чем он сейчас конкретно занимается, я не знаю. Мы с ним это не обсуждаем. Что он, кто он. Но он не ходит в черных очках, в пальто с поднятым воротником, с накладными усами. Он абсолютно нормальный, живой человек, который, наверное, справедливо переживает за свою безопасность. И, как я понимаю, контакты и работа на него, у Вани, начались раньше, чем началась слежка за Иваном. Правильно? Не так. Они познакомились в одиннадцатом году. Первый же текст он написал ему только через пять лет. В шестнадцать. Где-то так. Но не в нем дело, не из-за него, не из-за контактов с ним и знакомства начали следить. Не. Слушайте, ну, его... Очень позднее. Его фейсбук читали, почту его читали, и телефоны его слушали. Вот этот второй человек, немец Дмитрий Воронин, его обвиняют, что он сотрудник немецкой разведки. Но тогда вопрос. Я так понимаю, что ФСБ запросило у СВР данные. Тот сказал на допросе у следователя ФСБ, что у него был куратор Дрочер, которого он выдумал. Ну, окей. СВР сказал, да, вот он сотрудник разведки. Если он сотрудник разведки немецкой, зачем он прилетел лично в Москву после того, как Сафронова задержали? Ну, то есть, как бы это кажется каким-то абсурдом. Это плохой шпион? Я задал ему этот вопрос. Он был очень удивлен этому вопросу. Почему? Он говорит, а почему нет? Я говорю, ну, подождите, как? Вы видели, что Ивана задержали? Он говорит, видел, конечно. Я следил за его делом. Я говорю, после этого вы прилетаете в Москву? Он говорит, прилетаю в Москву. И после этого... И дает показания. Я говорю, почему? Он говорит, а что переживать-то? Мы разве что-то незаконное делали? Я говорю, то есть, вы, прилетая в Москву, не переживали за собственную безопасность после того, как Ивана задержали, значит, ну, по подозрению, вот в таком преступлении. Почему тогда Воронин в начале оговорил Ивана? Давайте так. А потом отказался. По поводу того, что Воронин оговорил или не оговорил. Или это некорректно? Сейчас я задаю вопрос. Это некорректно. Во-первых, я не могу говорить о том, что он делал в рамках своего уголовного дела. Я не его адвокат. Воронин сам сейчас в СИЗО находится. Да. Я хочу сказать, что этот человек, если действительно он заключил соглашение, и если действительно условием было дать показания на Ивана, то это человек колоссального мужества. Потому что он был допрошен в суде, и он ни слова не сказал в пользу того, что Иван что-то совершил. Слушайте, но он такой же шпион, как Иван. Это точно. Абсолютно. Абсолютно точно. Такой же шпион. Махровый. Да, который полетает в Москву. Это правда. Я почитала обвинительное заключение. Там действительно история с Воронином шита белыми нитками. Вот про Лариша у меня есть сомнения. Не могли бы они в темную использовать? Если бы Ваню использовали в темную, то у них бы в переписке хотя бы были какие-то вопросы. Вань, ну ты там слетал в командировку, а скажи-ка, что видел, что слышал. Ну, какие-то такие вещи, да? Слушай, а ты там вот поедешь на выставку, а пойди спроси. Нету ничего такого. Нету ничего такого. Оперативники ФСБ посчитали это к разговору о том выполнении шпионских заданий Сахронова. Да, а что за шпионские задания? Его рекорд 250 дней он писал текст. Я говорю, Вань, ну как так-то? Он говорит, слушай, Война и мир. Некогда было. Я говорю, ну подожди, ну шпионское же задание. Я говорю, ну ты что там сейчас? Говорит, ну времени не было, понимаешь? Я был в командировках, потом там Новый год, потом там какие-то личные истории. Не до того было. Забыл. Что за текст, если он не секретный? Давайте не будем. Это не имеет на самом деле абсолютно никакого значения. Не все одного и того же уровня. Один раз, я могу просто для примера. Его один раз Лариш попросил написать текст про железнодорожные войска. Он прислал ссылку на Википедию. Вот он выполнил шпионское задание. Зачем он шифровал файл? Это очень хорошая история. На самом деле он пользовался этими программами примерно с того времени, как мы с ним познакомились, в годы 2008. Конкретно эта программа, я не буду называть ведомство, чтобы не доводить до греха, но те материалы для Ваниных публикаций, которые прислали из ведомств, из некоторых, были зашифрованы в этой программе. Задолго до того, как он начал пользоваться ей для Лариша. Зачем? Пресс-службы присылали. Зашифрованные пресс-релизы? Да. Нет, не пресс-релизы, материалы для Ваниных статей, которые потом выходили в Коммерсанте. Они прислали ему в этой программе. Зачем? Бог их знает. И он говорит, ну присылает мне человек, он говорит, присылает некий файл. Он говорит, что это такое? Он говорит, вот программа, скачай, откроешь пароль такой-то. Ладно. Скачал, открыл пароль такой-то. Все. Вышла в газете Коммерсанта. Почему он должен после этого думать о том, что он делает что-то незаконное? И у Вани было несколько таких программ, потому что люди присылали разные материалы. Свои материалы он шифрал. А зачем свои-то шифровать? Потому что... Слушайте, ну вот я журналист. Я пишу статью, я знаю, что она выйдет. Мне зачем ее шифровать? Это публичный документ. Ванину почту и Ванин компьютер и Ванине соцсети ломали регулярно. Регулярно ломали. И мне даже от него приходили это самое. Я там сбил человека, пришли, и мне тысячу рублей. Это было такое. И у него пароли были вот такие вот. Везде. И он шифровал вообще все. Паролил все. Абсолютно. То есть, для него это была норма жизни. Говорит, ну вот я вот жил так. Я шифровал пароли. Такая гигиена. Да. Информационная гигиена. Говорит, я так делал. И все. В соответствии в действительности информации, что Ивана несколько раз предлагали сделку со следствием в обмен на сдачу источников. И на сдачу источников, и на звонок матери. И все это было. Но про сделку мы с ним поговорили всего один раз. И я ему сказал, Ваня, есть два условия для того, чтобы сделка у тебя получилась. И ты получил там условные семь лет. во-первых, ты должен встать и сказать, что ты шпион, изменник родины. Причем не мне, не на бумаге, в суде в том числе. А потом ты должен указать на кого-то пальцем и в том числе в суде потом. Сказать, что вот этот человек тоже изменник родины. Я говорю, ты сможешь первую часть выполнить? Нет. Я говорю, а вторую? Нет. Я говорю, ну даже предположим, ты захочешь кого-то сдать. Я говорю, ты знаешь хоть кого-то из людей, которые хотя бы на административку где-то что-то сделают. И логика же какая? Досудебка должна закончиться возбуждением уголовного дела в отношении другого лица. Ты можешь на это что-то рассказать? Это же не просто дать показания. Она закончится, когда будет уголовное дело возбуждено. Ты можешь про кого-то что-то такое рассказать? Нет. Ты будешь про кого-то что-то выдумывать? Нет. Что тогда дальше? О каких можно было условиях говорить? Да что бы не предложили. Но если это невозможно сделать. А как вы считаете, мстят лично Ивану, либо кому-то еще, кому-то высокопоставленному через Ивана? Вот. Есть и такая версия, что кому-то захотелось, у кого-то руки чесались, дойти до тех источников, которые ему сливал информацию. Ну не сливал, а по журналисту. Если человек действительно следил за тем, что Иван делает в плане работы, он должен был прекрасно понимать, что ему сливать некого. Ну и дальше. Мы обсуждали с Ваней, что у него было две категории источников его. Это сотрудники пресс-служб, которым он звонил и просил что-то подтвердить. Ну я вас умоляю. Большинство из них не имеет допуска к сведениям в СТГ. Вторая категория источников это люди, у которых он брал интервью. Чемизов, Рогозин, Мантуров, Герасимов, Рудской, Путин, Борисов забыл. Все заместители министра обороны, министра обороны. Кто из них? Ну даже представить себе такое, что человек, во-первых, что кто-то из них что-то ему сказал, это первое. Я легко это могу представить. Легко могу представить. Я знаю, насколько болтливы эти люди, как легко они потом отказываются от своих слов. Хорошо, предположим. Второй вариант. Сафронова говорит, что, например, начальник генштаба слил секретную информацию. А дальше это должно закончиться возбуждением уголовного дела. начальника генштаба значит у нас условного начальника условного генштаба. Мы обсуждали это со следователем. Я ему говорю, это невозможная история. Невозможная история. Вы просите сделать человека даже, ну пусть даже говорит, пусть даже если этот есть такой человек. Это невозможная история. Вы не сможете это сделать. Ну и тем более, вы слушали его телефон шесть лет. Он звонил всем этим людям на городской номер. Ну, в общем, да. Ну да, что вы тогда там слушали? Он звонил в кабинет человеку. В кабинет. Тем более, Ваня, ну человек, в нем никогда информация не задерживалась. Ну, ему нельзя было что-то сказать, и чтобы это потом не вышло. Это правда. Ну, это невозможно. У Вани были такие разговоры про то, что по секрету что-то это самое, но эти все вопросы касались кто и насколько и где мудак. Вот. Вот это были разговоры. Ну, это понятно. И такого там очень много. И люди, которым это будет потом интересно, я имею в виду, власть имущие, которые могут взять и почитать фоноскопию и прослушки, все эти его пусть почитают. Очень много чего интересного. Но это были обсуждения одного высокопоставленного человека с Иваном действий другого высокопоставленного человека. Вполне себе могу допустить, что были какие-то источники, которые рассказывали ему нечто как журналисту, не относящиеся к государственной тайне. Это сплошь и рядом происходит. Это наша работа журналистов. Что могло потом обидеть кого-то и поэтому требовали сдать этих источников. Обидеть там много чего обидного. Ну, возьмите запись этих разговоров и поредите к человеку, который, журналисту, который вдвое его младше говорит про то, что там какой-то высокопоставленный человек не очень, ну, скажем, допустим, чистоподен. Зачем брать журналиста, чтобы он подтвердил запись разговора? Откуда эти все записи появились? Слушайте, меня вот это поразило в деле. То есть, получается, что за любым человеком вот так вот можно по-тихому следить, скачивать всю его переписку, слушать все его разговоры, и он ничего про это не узнает. Можно не по-тихому. Вы просто, наверное, не обращаете внимания. На что обращать внимание? Слушайте, ну мы же, пока мы были в этом деле, за нами тоже эти топтуны ходили. Абсолютно. Ну, не знаю, может быть, это было сделано специально, чтобы мы знали, что они за нами ходили. Но на вас же давили. Адвокатов давили очень сильно. Да, но это было очень смешно. Ну, действительно смешно. Я не знаю, почему это должно вызывать какие-то опасения, когда вот эти люди в ресторане, в кепочке, эти битые машины, которые за тобой ездят, там, семь-десять кругов в центре Москвы, пока ты перепаркуешься. Одна и та же машина с четырьмя ребятами вот с такой прической. Вот они вот за тобой ездят, 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 ездят. Почему, если ты выходишь из такси раньше времени в пробке, ну, чтобы не стоять, они там через садовое кольцо за тобой бегут из угла выглядывают. Ну, это же, ну, это смешно. С одной стороны. А с другой стороны, эти люди потом пишут рапорты, на основании которых возоблюдаются уголовные дела. Что у этих людей в уголах? Вот они пишут, он скрывался от нас. Он скрывался. Я скажу, что я вышел из такси раньше, чтобы навстречу не опоздать, они скажут, что он заметил слежку и побежал. И потом суд в приговоре, например, то же самое напишет. Что я бежал от слежки, а я навстречу опоздал. Дмитрий, хотел спросить про все-таки веру в чудо, на что тут еще надеяться, и все равно какие-то процедуры. Будет ли у вас, может быть, какая-то встреча с Советом по правам человека, или вынесение всего того, о чем мы говорили, на какой-то более широкий круг правозащитников. Есть ли у вас какая-то уверенность, что это делать нужно, и что это делать важно, и не только ждать апелляции и УДО, но еще сейчас предпринимать какие-то усилия по тому, чтобы общественное мнение было, и правозащитники были, и СПЧ, у которых будет скоро в декабре, я так понимаю, что будет в этом году заседание с президентом? Знаете, в плане позитивного результата я не знаю, стоит ли всем этим заниматься. Не знаю, я не могу это спрогнозировать, я не понимаю, но... Пресс-конференция президента опять же будет в декабре. Но для того, чтобы понимать, что делать и на что рассчитывать, вот это нужно делать обязательно. Чтобы на пресс-конференции задавали вопросы президенту, чтобы в СПЧ кто-то задал вопрос президенту. То есть сейчас одна фигура, по сути, которая может повлиять на это дело, это Владимир Путин. Как и было с самого начала. Как и было с самого начала. Никто другой. Как бы это кому-то нравилось или не нравилось, но это единственный человек, который может в этой ситуации что-то сделать. Больше никто. Да, Дмитрий, вот срочная новость пришла о том, что Путин сказал, что оспорить приговор Ивана Сафронова может генпрокурор. Насколько оно справедливо с точки зрения срока, который он получил за содеянное, я не берусь судить. Здесь вот генеральный прокурор есть, видимо, они где-то вместе. А, ну, во Владивостоке, очевидно. Если он считает, что это избыточное, слишком суровое наказание, прокурор всегда может опротестовать. Как можете прокомментировать? Ну, действительно, в соответствии с законом у нас прокуратура такие полномочия имеет, но сильно сомневаюсь, что они будут опротестовывать приговор. Я думаю, они бы стали это делать только в том случае, если бы им срок показался маленьким. Тем не менее, будем надеяться и бороться. Дмитрий Катчев, адвокат Ивана Сафронова был сегодня в нашей студии в эфире Forbes Talk. Спасибо вам за то, что смотрели. в эфире. Спасибо вам